Всем привет дорогие друзья, вы на канале Мобильный Мир и сегодня я хочу рассказать вам про самый масштабный, самый классный на сегодняшний день мобильный шутер, а именно Call of Duty Mobile. Почему он стал таким популярным? В чем его особенность? Интересно ли в него играть? Реально ли на нем играть с помощью пальцев на экране мобильного телефона? Давайте обо всем об этом поговорим, ну и конечно же не упустим такой момент как монетизация или микротранзакции в игре. Начнем мы по классике с графики, достаточно пошлое начало, я понимаю, начинать обзор игры с графики это уже как-то клишировано, но тем не менее есть такая фраза, что встречают по одежке и здесь я думаю, что надо начать именно с графики, потому что она поражает воображение. На самом деле это так, на экране в 6,4 дюйма моего смартфона на максимальных значениях графики игра выглядит просто потрясающе. Самое интересное, что она совершенно не ощущается как какая-то упрощенная версия Call of Duty, это действительно полноценное Call of Duty, оно выглядит как полноценное Call of Duty на компьютер или на игровую консоль. Причем я сравнивал эту игру на двух смартфонах, на флагмане 2019 года на андроиде это Xiaomi Mi 9 на максимальных настройках графики, а также у меня был на руках какое-то время бюджетник от компании Huawei на слабеньком процессоре. Вообще бюджетный телефон менее 20 тысяч рублей. Я могу сказать, что на максималках игра выглядит просто великолепно, а на средних настройках графики выглядело попроще, но тем не менее выглядело очень даже неплохо. А самое главное оптимизация. Игра отлично оптимизирована. Разработчики отчетливо понимают, что такой шутер как Call of Duty, он просто завязан на таком понятии как кадр в секунду, то есть если будет плохо с FPS, значит никто не будет играть. Их задача была сделать не только красивую, но и безумно оптимизированную игру. И на мой взгляд они с этой задачей просто превосходно справились. То есть по графике лично у меня никаких вопросов нет, и я не знаю ни одного человека в этом бренном мире, который был бы недоволен этой графикой. Серьезно, все люди, которых я знаю, кто устанавливал, скачивал и пытался в это поиграть, они все оставались довольны. И я остался тоже очень доволен. А вот то, чем я остался недоволен, это стилистика. Вот посмотрите на вот эту картинку. А теперь на вот эту картинку. А теперь на вот это. Понятное дело, что стилистика меняется, игра постоянно обновляется, но, блин, игра выглядит просто оляписто. И это проблема. Мне кажется, с ней надо что-то решать. И дело здесь не в том, что там шрифты мне не нравятся, или не нравится, что все везде налеплено. Но это так и есть. Мне не нравится, что везде абсолютно, куда ни тыкни, везде какие-то восклицательные знаки. Новые предложения, режимы, боевые пропуска, новое оружие, скины. Вот это все на главном экране раскидано. Самая большая проблема состоит в том, что мы видим игру Call of Duty Mobile на экране мобильного телефона, где-то 6 дюймов, да? Либо на экране планшета в 10 дюймов. Такое решение было бы актуальным, если бы оно было, например, на персональном компьютере. Но так уж вышло как-то, не знаю почему, что полноценные взрослые Call of Duty, они менее оляпистые, они более стилистически проработаны. И, в принципе, та же ситуация у нас и непосредственно в геймплее. Вот я уже достаточно много поиграл в эту игру. Ну, как бы я уже втянулся, влился, смог понять. У меня даже пальцы уже привыкли, куда что нажимать и как с чем взаимодействовать. Но поначалу это просто было вырви глаз. Людям очень трудно поначалу адаптироваться к Call of Duty Mobile, потому что стилистически она очень оляпистая, она не интуитивно понятна, она не юзер-френдли, как это говорят. Ну, я думаю, что разработчики, они когда-нибудь до этого дойдут и упростят игру настолько, что в неё будет удобно играть даже новичкам. Переходим к самому главному, это геймплей. Это самый противоречивый аспект в данной игре. Но, во-первых, что хорошего в геймплее есть? Во-первых, он полностью скопирован из... Ну, как-то, я думаю, что адаптирован, опираясь на все предыдущие части Call of Duty для консолей и персонального компьютера. То есть игра, с точки зрения геймплея, это ядро Call of Duty. То есть это отлично играется. Вопрос в том, насколько это адаптировано под экраны мобильных телефонов. Поначалу мне казалось, что в это играть вообще невозможно. Блин, так неловко. Как бегать, как стрелять, как вертеться, как вообще что делать? А, убили, кошмар. Да, было и такое. Но. Адаптация приходит. Раньше мы считали, что и на консолях в шутеры играть нельзя. А как выяснилось, что большинство современных шутеров, они как бы консольные. Лучше всего играть именно на приставках. Я думаю, что когда-нибудь мы дойдём и до того, что мобильные шутеры, они будут для нас так же удобны. Потому что я адаптировался, я нормально играю. Парочка советов. В этой игре есть два режима управления. Упрощённый и профессиональный. Упрощённый режим позволяет вам всего лишь навести прицел на противника, и оружие само начинает стрелять. Мне кажется, что это замануха для новичков. Потому что есть в этом режиме одна большущая проблема. Прицел при наведении на врага реагирует только в том случае, если враг близко. То есть это режим для ближнего боя подходит просто замечательно. Наводишь, стреляешь, побежал дальше. То есть даже стрелять не надо. Просто навёл, убил, побежал дальше. А что делать, если ты, например, вышел на какую-то дистанцию и видишь противника очень далеко? В таком случае упрощённый режим полностью вообще ликвидирует ваше достижение. Потому что в упрощённом режиме прицел не видит противника, который далеко. Это реально сделает только вручную, прицелившись и выстрелив во врага. Поэтому играть нужно изначально. Как бы ни было трудно, как бы вот эти вот пальцы не ломались, грубо говоря, под всем этим гнётом, играть нужно только на профессиональном режиме. Иначе вы никогда не достигнете, ну, хотя бы мало майски серьёзных результатов в этой игре. А убивать-то хочется, адреналин получать хочется, хочется быть частью команды. Я вчера, например, играл в режим захват, о котором расскажу немножко попозже, это просто такое отступление. И, господи, какое же там было мясо. И я представляю, что бы было, если бы я играл на упрощённом режиме, я был бы просто бесполезен для команды и сам бы себя презирал. Короче, только профессиональный режим. Ну, а с точки зрения, можно ли привыкнуть пальцами управлять сенсорным экраном смартфона в шутере? Можно. И самое главное, что абсолютно все люди находятся в одинаковых условиях. Раньше можно было играть на компьютере, скачать эмулятор андроида и играть в эту игру с компьютера. И всех нагибать, потому что у тебя клавиатура и мышка. Но, судя по последним данным, я не ручаюсь. Вроде как за это банят. То есть, все должны играть в одинаковых условиях. Я не знаю, насколько это правда, но я точно могу сказать, что за последние две недели я точно не встретил ни одного игрока, который бы просто уничтожал бы всех. Который был бы реально сильнее, чем все. Все мы примерно в одинаковых условиях. Существуют, конечно, достаточно забавные моменты, когда и ты, и противник, у меня было такое, одновременно путайтесь в управлении. Ну, бывает такое, что ты играешь нормально-нормально, и тут бац, не туда нажал, не туда повернул, и вы просто друг вокруг друга бегаете и не можете друг друга убить. Да, такое бывает. Но все люди находятся в одинаковых условиях, а потому скилл обязательно нужен и он прокачивается. Поиграйте в эту игру две недели, и вы научитесь уже не думать о том, как этим управлять. Я думаю, что за этим все-таки есть какое-то будущее, пускай, но и компромиссное. Все же и консоли, и это более компромиссное решение, чем клавиатура и мышка. Но все же играют, и всем хорошо. Думаю, что с мобильными будет то же самое. Давайте теперь поговорим по поводу режимов. Режимы очень интересная штука. Потому что есть, например, зомби-режим, который я не нашел. То есть я пытался его найти, когда хотел поиграть. Я пытался его найти, когда готовил обзор. Вот этот вот самый. Я не нашел зомби-режим. Хотя я точно знаю, что люди в зомби-режим играли. И я видел даже обзоры на ютубе. Возможно, они его на какое-то время отключили, подключили. Я черт его знает. Если я ошибся, обязательно поправьте меня в комментариях. Я обязательно хочу попробовать зомби-режим в Call of Duty Mobile. Это безумно интересно. Я играл в два режима. Это сетевая игра и Королевская битва. Сетевая игра, она просто великолепна. У меня нет никаких претензий к этому режиму. Это классический, каноничный, быстрый Call of Duty, Close Quarters геймплей и вся фигня. Как только я научился играть нормально, то в сетевом режиме стало просто по кайфу. Ты можешь, не знаю, сидя в автобусе или перед сном. Почитал твиттер. У меня, кстати, есть твиттер. Ссылка в описании. Почитал твиттер, посмотрел телек. Решил сыграть каточку в Call of Duty Mobile. Не надо включать комп, садиться, что-то там делать. Берешь телефон, пошел гонять. Очень удобно. Сетевой режим, это замечательно. Более того, они его прокачивают постоянно. Например, среди новых вещей режим внутри сетевой игры захват. Офигенная штука. Это когда у противника есть, например, мешок золота на базе. И у вас есть мешок золота на базе. Вы должны захватить мешок золота противника и принести его на свою базу. Но вы не можете принести и положить чужой мешок золота, если ваш украли. То есть, и постоянно происходит такое дикое мясо. Там люди борются за это золото. Ты украл золото, тебя убили. Потом ты украл золото, донесешь его на свою базу. Пришел на базу, у твоего золота нет. Блин. Ждешь, пока тиммейты убьют врага, чтобы вернуть золото обратно, чтобы ты это золото... Короче, блин. Это все настолько энергично и кайфово, что я прям вообще очень рад. Офигенный режим, в него прям советую сыграть. Появился новый режим 2 на 2, например. Если у вас есть друг, товарищ, вы вдвоем заходите. И против других двух уже появляется не какой-то там раш и динамика, который так свойственен для серии игр Call of Duty. Но еще и какая-то тактичность. И это тоже достаточно интересно. Сетевой режим отличный. Просто играю почти каждый день. Ну, в последнее время каждый день. Королевская битва. Я не очень люблю этот режим в принципе, но это как бы мое дело. Играется хорошо. Я просто не очень люблю, когда ты должен сильно переживать за свою жизнь. Ну, потому что она одна. Второй момент. Очень много случайных событий, которые от тебя не зависят. То есть ты находишься, да, на открытой локации. И любая твоя ошибка или даже не ошибка, а просто стечение обстоятельств, могут привести тебя к смерти. У меня такое было неоднократное количество раз. Поэтому в Королевскую битву я играю только в команде. Потому что когда у тебя есть команда, это приобретает уже совершенно другой смысл, совершенно другой геймплей, интерес. Можно общаться, можно там, типа, захватить дом с разных сторон. Ну, короче, вы понимаете, это Королевская битва. Играется хорошо, оптимизировано замечательно. Оружия много. С точки зрения геймплея, опять же, никаких упрощений по сравнению с тем, что было у нас в Call of Duty Black Ops 4 затмений и с тем, что есть сейчас в Call of Duty Warzone, который является частью Modern Warfare 2019 года. Короче, если вам нравится Battle Royale, и вы, например, играете в PUBG или Fortnite, пожалуйста, попробуйте Call of Duty Mobile, я думаю, тоже вам зайдет. Контент и монетизация. Контента в игре очень много. Что это значит? Это значит, что в игре огромное количество игроков, и над игрой работает огромное количество людей, которые создают данный контент. То есть разработчики игру поддерживают максимально. Это очень круто. Новые скины всякие, постоянно появляются новые челленджи, ивенты, за которые ты можешь получить какие-то разные фишки в игре. Что касается монетизации, она на этот контент очень сильно завязана. И это хорошо, потому что игра бесплатная, играет в нее огромное количество людей, нужно держать сервера, нужно поддерживать игру, добавлять новый контент. В общем, все это требует человеческих усилий, и поэтому люди должны зарабатывать. Хорошо, что я не нашел с точки зрения монетизации ни одного момента, когда монетизации, донаты, микротранзакции влияли бы на геймплей. Это все косметика. Что у нас можно получить с монетизацией? Во-первых, боевой пропуск, который позволит вам получать больше внутриигрового контента, плюс внутриигровой валюты, за то, что вы будете проходить какие-то испытания. Но боевой пропуск, да, вы понимаете, да? Это какой-то путь, который надо пройти для того, чтобы получить классный игровой контент. Я ни рубля в игру не вкладывал, боевой пропуск я не покупал. Я подумаю над этим. Пока играется и так, но возможно я куплю. Просто я боюсь, что если я куплю боевой пропуск, я залипну в этой игре вообще на круглые сутки и не буду ни работать, ни выпускать контент, вообще ничего не буду делать, кроме как в Call of Duty играть. Так что, если вы боитесь, что вас тут будут нагибать, ребятки, это не Warface. Более того, это даже не World of Tanks. В World of Tanks там монетизация тоже достаточно нормальная. Да, премиум танки, да, там премиум прокачка. Она как бы тоже не влияет на баланс, но здесь нет даже этого. Здесь все настолько стерильно, настолько сейчас Activision боится потерять игроков, что монетизация здесь, она косметическая. С точки зрения монетизации на данный момент все хорошо. Поговорим на отвлеченную тему, которая называется влияние на игровую индустрию. Мне очень часто люди, когда узнают, что у меня есть канал о мобильных приложениях и играх, они мне говорят такую фразу. Чего? Играешь в мобильные игры? Да это же шлак. Это отстой. Это никому не нужно. Так вот, такие игры, как PUBG Mobile, Fortnite, Call of Duty Online, Grid Autosport, серия GTA, которая вышла уже очень давно, они показывают, что за мобильными играми будущее. И я буду снимать об этом видеоролик в ближайшее время. Потому что мне обидно, когда люди просто не видят перспективу в том, что у каждого из нас в кармане есть смартфон. И неважно, за 20 тысяч рублей или за 80 тысяч рублей, он потянет Call of Duty. Но не у всех есть консоли и 4 тысячи рублей для того, чтобы купить игру. Не у всех есть компьютеры для того, чтобы купить за 2 тысячи игру. Везде есть, короче, свои подводные камни. А телефон, он есть у каждого. Серьезно. И поэтому, на мой взгляд, смартфон – это игровая платформа будущего. Потому что это то, что есть у всех, и практически каждый телефон может подтянуть каждую игру из магазина приложений. И мне кажется, это очень круто. Я немножко отвлекся. В общем, Call of Duty Mobile – это пример хорошей реализации AAA-игры, бесплатной, с донатом, косметическим. В общем, все аккуратно. Единственное, что я просил бы поправить разработчиков – это стилистику. Во всем остальном, ребятки, думайте, что хотите. У меня чуть больше 100 подписчиков, а потому я не мог продаться компанией Activision. Я от души рассказал просто о том, насколько классная есть игра. Если вы вдруг еще пропустили ее, если вы еще не поиграли, обязательно поиграйте. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Ролик получился достаточно длинный, но мне нужно было вам все это рассказать. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свои клевые комментарии. Я все комментарии читаю и увидимся в следующих видео. Пока. Колокольчик тоже не забудь. Субтитры сделал DimaTorzok